Татьяна Фаэтона Татьяна Фаэтона Ошибка. Я не знаю, сбилось что-то в компьютере. Программное обеспечение, шарики на ролике. Земля на ось наскочила. И они перестали ведать, что творят, во имя того, что мамы стали ведать. Можно по вашей аналогии добавить, что Лена застрелили, он тоже был счастлив. Наверное, Иисуса вообще распяли долго, мучительно, не просто застрелили, как Лена, а долго. И что теперь? Что нам с этим делать? И таких примеров уйма просто, огромное количество. Что нужно? Перечеркнуть все его проповеди, то, чему он учил своих апостолов, а через них и тех, кто стремится к познанию истины. Галла Гримм. Слава, кого любите современных импрессионистов. Их так много, что я даже создал в Инстаграм на такую вот страничку, называется «Paint in the best». Заходите, пожалуйста, туда с двумя нижними подчеркиваниями. И я туда выкладываю время от времени тех, кто мне нравится. Их довольно-таки много. Галла Гримм. А вы, когда продаете свои картины, оставляете себе их фото? Оставляю, конечно. Чтобы продать, нужно сначала сделать фото. И потом его оставляю. Я на сайт выложил уже почти все работы. Даже долго сижу, делаю им наименование. Но работа же имеет, как это, имя? Название. Сколько там она, значит, размер. И год. Заходите на сайт, вы уже можете там почти все сделано с названием. Но еще не все, но немного осталось. И даже если работа продается, я ее там оставляю. Так что она в доступе для того, чтобы можно увидеть. Было. Галла Гримм продолжает. Что значит, стало получаться? А разве художники не рождаются уже художниками? Нет, не рождаются. Ну, сейчас докончу. У них же искусство уже в крови. И, естественно, как дышать. Или я что-то не знаю. Ну-ка, поясните, пожалуйста. Поясняю. Я хотел быть мальчиком-художником. И я, что называется, намерение было очень сильное. И уровня не ниже, чем Рафаэль. Я тогда малышом еще. Я смотрел репродукции и понял, что я хочу и буду. Несмотря ни на что. Рафаэля любил, потому что, видимо, в журнале «Огонек» часто попадались его репродукции. Я много рисовал. В основном гитары и машины. Но это были рисунки такие, как у всех детей. А для того, чтобы стать художником, я понимал, что это долгая дорога. Более того, у меня произошла вообще такая ошибка, что ли, заблуждение. Такая заносчивость. После Строгановки я понял, что я художник, я все могу. У меня покупают работы в ЦДХ вообще все, которые там выставляю. Но оказалось не так все просто. Художником нужно еще было стать. Несмотря на то, что ты закончил высшее художественное заведение, это еще ни о чем не говорит. Вот потом начинается работа. Один на один с собой, с холстом, со своими умениями, со своими экспериментами. И это может закончиться. Вообще ничем не закончится. Просто ничем. Наверное, поэтому очень многие спиваются, исходя из того, что не чувствуют реализации. Не чувствуют того, что вот-вот состоялось, и это их поднимает, это их делает более осознающими, что ли. Наоборот, сомнения бесконечные, переживания вообще сводят с ума очень многих. Но не в дурку они попадают, а просто не реализованность такая. Вот знаете, в глазах туман, в глазах нет огня. Я много таких встречал и встречаю. Так что художниками не рождаются. Художникам нужно стать. Нужно применить огромное количество усилий, чтобы им стать. И нужно очень много ошибаться. Готовым быть к тому, что у тебя ничего не получается. Наверное, поэтому я сказал, что стало получаться недавно совсем. Хотя вполне возможно, что многие из вас видят, что всё хорошо. Но для меня внутренний критерий, что стало получаться не так давно. Я почувствовал это. Почувствовал наслаждение, когда я пишу. Почувствовал, что подвластность того, что ты хочешь, это происходит прямо в момент живописи. Когда ты пишешь, ты понимаешь, что тебе инструмент понятен. Что ты хочешь, ты реализуешь. Всё это просто случается. Это делается. Ну и поскольку это ощущение, что стало получаться, есть. Вот создалась онлайн-школа. Вот эти небольшие такие разговоры, ответы на вопросы. А в школу вы заходите, она существует. Там более 50 уроков. Все они очень важны. В каждом есть маленькая изюминка, которая позволяет шаг за шагом подниматься по лестнице к мастерству. Ну а те, кто может приехать на мастер-класс, приезжайте на мастер-классы, которые я время от времени провожу. Владимир К. Согласен с теми, кто говорит, что стиль искать не нужно. Он сам тебя найдёт. И вот каким образом. Если использовать одни и те же составляющие в своей художественной работе, инструмент, палитру, приёмы живописи, то все твои произведения станут похожими друг на друга. Это будет твой стиль. Вот тебе раз. Но если ты будешь постоянно экспериментировать, то стиля своего никогда не найдёшь. Вот это да. Как думаете, друзья, на эту тему? Давайте пообщаемся, может быть. Придём к какому-то соглашению. А как быть с выражением Николая Фешина, который говорил, что пишите так, чтобы каждое ваше произведение, каждое произведение, новая картина, не должна быть похожа на предыдущую. Вот как с этим быть? Человек, маэстро, стремился писать по-разному. Я согласен с вами, что стиль искать ненужный, он сам тебя найдёт. Согласен. Но я против того, чтобы не экспериментировать. Наоборот. Мне кажется, эксперименты тебя окрыляют. И эта окрылённость приводит к новым решениям. Новые решения приводят к новым цветам, приёмам. Это некое движение вовнутрь, в свои ощущения. Они сейчас тебе говорят, делай всё легко, легко, легко. Мало-мало деталей. А сейчас мощно, мощно, мощно теперь. По-другому. И ты просто руководствуешься этими ощущениями. Ты движешься в согласии с ними. К цели, которой нет. Ты просто позволяешь этому танцу случиться. Танцу с испачканной кисточкой, красками. И вот она сама тебе показывает, как надавить, как замесить, какой контраст, какая насыщенность. Ну и так далее. Ведь в какой-то момент ты вдруг захочешь приблизиться к минимализму, например. И несколько движений ты почувствуешь, возможно же такое, ты почувствуешь, что всё сказано. Может быть, вообще одним-двумя-тремя мазками решено всё. У меня друзья рассказывали. Бато рассказывал. Нет, не Бато. Кто-то ещё. Что в Масахаша, Московская средняя художественная школа, это такой вот интернат, где раньше был. Но сейчас не знаю, есть он или нет, где многие мои знакомые, друзья учились. Так вот там ребята, студенты, ну я не знаю, ученики, да, делали такое состязание. У меня был какой-то медный, значит, таз, и они соревновались, кто наименьшим количеством мазков решит задачу вот этого, бликов на тазе, чтобы он был медным, материальности этого таза. И, значит, там человек делал мазок, считали все, раз, второй, два, три. И побеждал тот, у кого там, я не знаю, четыре-пять мазков. Вы представляете, какая красивая задача. Но это же может быть такое движение, оно естественное, потому что, наверное, закон сохранения энергии даёт взрыв вообще эмоций. Минимум средств, максимум впечатления. Ну, я не знаю, каждый художник, большой художник к этому стремился. Ну, просто почитайте какие-то заметки, письма, дневники импрессионистов. У многих это есть, присутствует. Ну, и потом, какой импрессионист без экспериментов. Это сплошь эксперимент, каждая картина эксперимента, в этом-то и красота. Это побуждает тебя браться каждый день за кисть. Жажда эксперимента, жажда нового. Ты не можешь ходить одной тропинкой всё время туда-сюда, туда-сюда. Мой знакомый сейчас в Америке, Константин Боровой, он говорил, что я всё время новыми маршрутами хожу. Новыми. Чтобы вот интересно. Исчезла эта привыкаемость. Чтобы... Ну, жажда новых впечатлений. Это же настолько... Мы же ездим, ездили в разные страны, в новые места. Жажда новых впечатлений. Это же так естественно. Ну, правда ведь? Друзья, я записал очень важный урок, 28-й. Перспектива в пейзаже. Чем он интересен? Тем, что вы берёте карандаш и вместе со мной рисуете на примерах простые, сложные перспективные построения, структуру пейзажа. Задача моя очень простая. В этом уроке на час 40 примеров разных структурных перспективных ситуаций. Их просто нужно порисовать, отработать, чтобы быть как рыба в воде в самых сложных перспективных структурах. Логика. Если понятна логика, я уверен, что порисовав один раз вместе со мной вот все эти изменяющиеся улочки, какие-то кривые, лестницы и так далее, один раз будет достаточно, чтобы потом несколькими взмахами кисти наметить эту структуру и писать красками. Просто вы пропитаетесь этой перспективой, не будет никаких проблем с ней. И вы, конечно, понимаете, если художник не видит перспективу или плавает в ней, то какой бы живопись ни была качественной, эти ошибки, на них просто невозможно на такие работы смотреть. Это нужно поправить, сделать это раз и навсегда. Заходите в школу либо по этой ссылке, либо под каждым уроком развернуть меню, и она там есть. www.online.koralenkov.art Уверен, вместе мы покорим самые высокие вершины. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok